МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги недели» в студии АТК от Магомедова. И вот, что у нас сегодня в выпуске. Закладка камня под строительством мемориала имама Шамиля и новый 58-й рекорд ГИНОСа Амара Ханапиева. В Хунзавском районе прошли скачки в честь муфтия Дагестана. Жанры циркового искусства и древней традиции дагестанских канатоходцев, подворье родники Дагестана и многое другое. Фестиваль Цамаури впервые прошел в Махачкале. Более 300 оживших картин Ван Гога представили зрителям на мультимедийной выставке в Махачкале. В Хунзавском районе прошли скачки, организованные в честь муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Там же прошла и закладка первого камня на месте строительства мемориального комплекса памяти имама Шамиля. Как отмечают историки, это место, где был проведен последний маджилис имама в 1859 году. Хамзат Нурмагомедов подробнее. Теперь это место увековечит архитектурным памятником. Перед началом спортивного фестиваля в селении Геничутль провели закладку первого камня. В ней приняли участие видные политические, религиозные и общественные деятели Дагестана. Далее гости отправились на главную площадь местности Алла-Арт, где проходил турнир по конным скачкам. Я как глава района и вообще как житель этого района, являющийся с этого района, я очень рад, что эти скачки проходят у нас в районе. Потому что это большой барракад для нашего района. Подобные мероприятия они приносят, сплачивают людей, объединяют людей. Так как этот вид спорта является суммой пророка, салаллаху али и ассаляму. Мы знаем, что сам посланник Аллаху али и ассаляму организовал подобные скачки и сам награждал тех людей, тех победителей, которые получали первое место. Помимо спортивных состязаний для гостей проходит выставка дагестанских народных промыслов. Ножи, ковры, посуда, национальные блюда – все это радует глаз посетителей. В этой палатке представлены гацатлинские народные промыслы. Гацатлинский народный промысел имеет давние корни и значительно отличается от Кубачинского. У них свой почерк, свое исполнение. Привезла свои болхарские керамические изделия. Мы сохранили свои традиционные изделия. Конфетницы, питьеварки, кувшины водоносные, вазы для цветов. Самые ожидаемые события этого дня – конные забеги. К ним приковано особое внимание. Три главных заезда на три, пять и семь кругов. Участвуют скахуны не только из Дагестана. Ребята борются за главный приз в полмиллиона рублей. Пять конниц сражаются за главный приз в полмиллиона рублей. И прямо сейчас на наших глазах определится этот победитель. Итак, и так, скачку выигрывает девятый номер. Им стал житель Чеченской республики Сургулай Срапилов. Ежедневные тренировки и упорный труд принесли желаемый результат. Девятый мая ошибка была. И сегодня отомстил. Отдых, отдых. Тебя, если можно идти на неделю гулять, то уже так не бежит. Ошибка. Круглый год заниматься надо. Всем победителям и призерам вручили памятные призы и денежные вознаграждения. Вообще Ахмад Афанд является образцом, примером для всего Дагестана. И не только Дагестан, для всех мусульман. И мы хотим всем показать, демонстрировать и призывать, что вот такого рода люди должны быть для нас авторитетами, что мы должны за ними следовать. В рамках торжественной программы многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Амар Ханапиев в честь 58-летия муфтя Дагестана в очередной раз продемонстрировал свои силовые способности и установил новый 58-й мировой рекорд. Вообще я одарен все вишнем, во-первых, потому что заниматься можно сколько угодно. Ну, я отдал эту работу 36 лет, алхамдуллах. Ну, были большие люди тоже, тягались туда, но заниматься надо отдельно. Мне помогала вера моя. Удмуртия, Калмыкия, Ставропаль принять участие в народном празднике приехали из разных уголков России. Эти горы, они просто вдохновляют. Мы ехали и просто наслаждались. И благодарили Аллаха, да, шикур Аллаха, что именно с этим народом нас свел. Благодарен гостеприимному Дагестану. Эмоции переполняет просто мой маленький организм. Я счастлив оказаться здесь. Лошади – это наша история. Это, можно сказать, лошадь и ноги, они неразрывные. Вот, поэтому это когда сейчас бежали лошади, прям сердце поднималось, глотка вот здесь вот дышать не могла. В общем, потрясающе. Смотрели все и смотрели ремесла народов Дагестана. Очень рады, что это все сохранилось. Даже ткацкие станки стали, вот, кроссы сохранили. Очень рады. Ну а завершились народные гуляния выступлением юных акробатов Хунзарского района яркими номерами художественных ансамблей Дагестана. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзарский район. Знатоки народных ремесел и любители фольклора, поклонники современного искусства и живописи, национальных песен и музыки сегодня собрались у здания русского театра. Там прошел фестиваль Цамаури. В республике его проводят с 2013 года. В этом году Цамаури впервые прошел в Махачкале в рамках 160-летия со дня основания нашей столицы. Ума Еврагимова расскажет, как проходил фестиваль. Горянки исполняют национальный танец. Жигиты поют песню «Дагестан» авторства главы республики Рамазана Дулатипова. Именно с нее начался праздничный концерт. На площадке русского театра проходит Цамаури, международный фестиваль традиционной культуры Дагестана. Помимо танцевальных и вокальных номеров, на проспекте Мирослогом-Затова выступили канатоходцы, а внутри шатров представители разных национальностей показали свои народные промыслы. Расскажите, как называется эта работа и почему вы работаете вилкой? Я делаю безводцевый ковет, мастер-класс. Меня тоже научили его делать вилкой. Меня тоже научили вилкой его делать, поэтому я тоже так делаю. А как это называется работа? Работа этот, ну, домик котов называется. Зарема – представительница аварской народности. Шить и вязать, признается девушка. Ее учили с детства. Обычай такой. Практически за месяц Зарема или ее коллеги могут связать вот такой чехол для подушки. Он необычен тем, что у него особенный орнамент. У каждой национальности и народности своя расцветка. А вот представители кумыкской национальности привезли на фестиваль совсем другое шитье. А в этом штате представители Буйнакского района представили зрителям кумыкские платки. Жамина, расскажите, в чем особенность национальных платок. В чем их особенность? Ручная работа. Традиционный наш кумыкский родной платок. Родной. Сами даже во время войны они плетали, одевали этот платок. Смотрите, какая красивая, какая нежная. Сами посмотрите. На голове есть или нет, даже не заметно. На голове прекрасно держится платок. Жамина Шугаибова из села Нижнее Казанище обучает молодых девушек мастерству староплетения. Особенно интересно рассказывает о том, как делают нити для кумыкских платков. Это гренаж, начало гусеницы. Вот из шелка прятан начало. Из этого гренажа получается гусеница, потом кокон, потом бабушка отсюда выходит. Вот бабушка оставляет гренаж. Бабушка умирает. Опять вот это гренаж, опять бабушка, опять кокон. Из этого делают вот такие нитки. Это во время Великой Отечественной войны, которые делали парашюты, тогда держали у нас в селении. До этого тоже делали платки. У нас сейчас тоже продолжается. И теперь вы вот этими нитками делаете платки. Делаем платки. На фестиваль пришли не только местные жители, но и гости из соседних республик и областей. Я приехала сюда отдыхать. Мне очень нравится вся обстановка. Какой колорит вообще-то дистанция? Это что-то невероятное. Я просто в восторге. Мне очень нравится вообще наблюдать за всем происходящим. Действительно, вот народ собрался на всеобщий праздник. Вот. Видно, что люди поддерживают этот праздник. Расскажи, вот что тебе здесь понравилось? Мне понравились шайки, флажки. Мне понравилось. Танцы нравятся тебе? Да. Очень хорошие. Все, что здесь показывают, мне нравится. Спасибо нашему главу республики Рамазану Гаджу Мурасу, чтобы вот такой праздник организовала. Никогда не видел таких праздников. Даже мы не знали день рождения в Бахачкаде. Очень красиво смотрится. Вот, картины от Самаури, вот, концерт там тоже очень. В общем, все очень эффектно и красиво. Спасибо. А теперь давайте смесь, где расположен народный промысл, переместимся на концертную площадку. Шестой раз фестиваль Самаури собирает на дагестанской земле подвижников, народной культуры. Первый фестиваль проходил в 2013 году в Тляратинском районе. Ума Ибрагимова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Оживотворенные музыкальным сопровождением 300 работ Винсента Ван Гога. Не просто выставку, а уникальный арт-перформанс подарили жителям Махачкалы в честь празднования юбилея столицы. Потрясающее сочетание творения великого голландского мастера, раскрывшееся зрителю с нового ракурса, воочию лицезрела и наш корреспондент Ларьяна Шамхалаева. Вазы с розами и маками, луковые поля, автопортреты. Проекторы высокого разрешения, экраны шириной более пяти метров и объемный звук, по задумке организаторов, приносят зрителей сквозь время письма и полотна в удивительный мир Ван Гога. Особенностью выставки является своеобразная трансформация между картинами, разнообразные переходы, эффекты. И самые популярные картины Ван Гога у нас оживлены в полной мере, и зрители могут полностью погрузиться, потому что они анимированы. Но очень красиво, это лучше видеть вживую. Постимпрессионист, не понятый своими современниками, довольно популярен у потомков. Поэтому мультимедийный проект, который объездил более 30 городов России, привлек начинающих художников Махачкалы, готовых перенять уникальную технику маэстро. Ван Гог просто был именно первым художником, который мне очень понравился и повлиял в дальнейшем именно на мою творческую сторону. Именно он и Густав Климт и многие другие художники просто поспособствовали тому, чтобы я не бросала именно рисовать. Рассматривать картины на этой выставке можно не только стоя. Приобщаться к прекрасному удобнее вот в таких вот креслах-мешках. Созерцая с нового ракурса, благодаря техническим новинкам холсты живописца, так высоко оцененные в мире искусство, горожане признаются. Легче понять, каким он был, этот великий гений. Творчество Ван Гога в первую очередь нравится тем, что он в своем расцвете творчества он начал рисовать свои автопортреты. И в этом кроется некое его отражение самой сущности, некое зеркало его души. И видно, как с прогрессом он начинает по-разному рисовать свои автопортреты, начинает по-разному изображать себя. То есть меняется он сам. Вот именно это я хотел понаблюдать еще раз. Причем вот такую атмосферную музыку это выглядит просто шикарно. Оживленные картины Ван Гога, это незабываемо. Шесть самых известных полотен Винсента Ван Гога и множество его картин, не ставших знаменитыми, готовы ожить перед вашими глазами. Арт-перформанс продлится до 1 ноября. Хлорианна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. На этом у нас все. Мы поздравляем жителей и гостей столицы с юбилеем. Желаем Махачкале мира и процветания. Хороших вам новостей.